По темпам прироста случаев заражения у нас нет каких-то резких скачков по темпам прироста случаев заражения. Все случаи основные, практически все случаи заражения произошли в связи с приездом граждан из-за рубежа. Соответственно, они инфицированы, прибыли из разных стран, в основном это европейские страны. И, соответственно, инфицировались ближайшие их контакты. В случае таких внутренней передачи уже от контакта в следующем пока не происходит. Поэтому мы считаем, что пока этот сценарий благоприятный. Конечно, многое сейчас зависит от тех мероприятий карантинных, которые были своевременно введены и сейчас усилены. Мы считаем, что расслабляться при таком благоприятном пока течении не стоит. Сейчас открыли уже три государственные лаборатории. И одна частная негосударственная лаборатория, которая участвует в системе УМС, тоже делает эти анализы. В течение трех последних дней мы сделали 2400 исследований именно в этих четырех уже лабораториях. Одна из них в Норильске, три в Красноярске. И здоровые, которые прилетают из-за рубежа и находятся в карантине, и лица, которые болеют пневмониями, медицинские работники, и граждане старше 60 лет с заболеваниями респираторными, они обследуются по направлению уже врачей. Свободного пока тестирования граждан на эту коронавирусную инфекцию обязательного, не введено. Я считаю, что при благоприятном течении ситуации, при значительном уровне обеспечения карантинных мероприятий, к пику заболеваемости мы подойдем где-то в течение месяца. После пикового подъема обычно наступает плата и спад заболеваемости. Продолжительность таких вспышек может быть от 8 до 12 недель.